Павел, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии впервые, по-моему. Второй раз уже. Второй раз пришли к нам в студию, но в новой должности. В новой должности, да. Хочу вас поздравить, теперь вы являетесь одного из ведущих специальных учебных заведений Люберецкого района. Скажите, пожалуйста, как вам должность руководителя? Должность руководителя очень ответственна, потому что раньше привык думать, рассчитывать только за себя. Я раньше занимался лёгкой атлетикой, толканием ядра. Это индивидуальный вид спорта, и из-за этого всё в жизни было рассчитано только на себя самого. А теперь у меня 60 человек персонала и 2055 воспитанников. Да, да. Из-за этого приходится думать за всех. Это очень ответственно. Очень. Долго привыкали? Да, да. Первый мой рабочий день я отметился тем, что я пришёл домой и не мог понять, где я нахожусь. Дома где-то часа два сидел в полной прострации, потому что никогда не было столько проблем одновременно на одного человека. То есть вот так вот. А сегодня-то вы вошли в нужный ритм? Да, да. Я вошёл в нужный ритм. Я сейчас ещё получаю образование специальное. Учусь, можно сказать, на управленца именно в доп. образовании. Из-за этого сейчас многие вопросы, которые меня мучили, я сейчас получаю прямые на это ответы. Наши преподаватели в контакте, можно им всегда задавать вопросы. Многие вопросы решаются очень быстро. Из-за этого та нагрузка нервная, психологическая, умственная, она уже снимается. Потому что знаешь ответ. По сечении какого-то времени не жалеете о том, что на вас возложили такую ответственную миссию? Семья иногда жалеет, потому что не видят. Дома ходишь ещё восьми, нету, приходишь в районе десяти часов вечера. Очень хочет жена видеть дома, дочка хочет видеть дома. И это, конечно, проблема. Ну, появилась у вас ещё одна семья, если можно так выразиться. Недавно школа Олимпийского резерва отметила юбилей. Как отмечали это событие и вообще насколько оно было масштабным? Мы постарались пригласить всех выпускников, которые были в школе, которые принесли школе известность, которые работали, чтобы школа развивалась. Хотели отметить их в выступлении, чтобы каждая страничка истории школы была озвучена. И люди, которые не знают этой истории, ну и не в курсе, как развивалась школа, чтобы они это увидели. Увидели этих людей, которые сделали для школы столько много хорошего и полезного. Пригласили родителей. Получилось так, что самостоятельно мы полностью не в силах сделать, чтобы было и сценарий, и режиссура. Мы пригласили специалистов, которые работали на открытии Всемирных юношеских игр 98-го года. И постарались сделать именно яркое, красочное шоу с элементами истории и поздравлениями. Насколько это получилось, картинка очень красивая. Особенно была очень красивая массовая такая сцена с поздравлениями тренером. Тенером называется, ну и чаша, ваза называлась. Если зрители видели это, то это очень красиво. Надеюсь, что вы покажете его. Да, предлагаю, во-первых, посмотреть сюжет прямо сейчас. О тех секциях, которые сегодня существуют в школе, поговорить чуть позже, после просмотра сюжета. Павел Софьин – выпускник Люберецкой школы Олимпийского резерва. Многократный чемпион России и Европы, призер чемпионатов мира, участник Олимпийских игр в Пекине и Афинах. Год назад судьба снова привела его в стены родной школы, уже на должность директора. Здесь заряжается спортсмен духом победителя, что он всю жизнь идет с этим настроением все время побеждать. За 60 лет работы тренеры школы воспитали множество спортсменов-победителей – легкоатлетов, гимнастов и волейболистов. После реорганизации образовательных учреждений, которая прошла в начале этого года, школа обучает Люберецких ребят карате, теквандо, фигурному катанию, футболу и лыжному спорту. Судя по тому, сколько здесь занимается детей, их занимается более двух тысяч. Огромное значение. Если мы говорим о том, что эти дети школьного возраста, давайте посчитаем на школах по району, по статистике, вот Виктория Юрьевна Бунтина мне говорила, порядка 25 тысяч детей занимается. То есть 10% детей фактически проходит через эту школу. В планах школы развивать новые спортивные направления, а также легкую атлетику, которая является базовым учебным направлением. Нет никаких сомнений, что Олимпийский резерв нашей страны скоро пополнится новыми спортивными талантами. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. После просмотра сюжета мы вновь возвращаемся в студию. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, в эфире Люберецкого районного телевидения программа «Открытый диалог». И у нас в гостях участник Олимпийских игр в Пекине и Афинах, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Павел Софин. Павел, ну вот вам понравился тот праздник, который состоялся? Все ли сделали так, как хотели? Все ли удалось воплотить в жизнь? Да, мне очень понравился праздник. Было очень интересно и гостям. Самое главное было интересно детям, которые участвовали в этом празднике. У них за то время, которое они готовились к празднику, горели глаза, они хотели сделать очень многое. А самое главное, они подружились между собой, разные виды спорта. Легкая атлетика, художественная гимнастика, тэквондо, они все между собой подружились и начали общаться. А картинка была очень интересная и красивая, мне очень все понравилось. Да, судя по сценарию, могу отметить, что вы решили, наверное, немного перешагнуть барьер районного мероприятия и сделать так праздник, организовать, как обычно проходят Олимпийские игры или какие-то международные мероприятия. Да, мы постарались, мы даже пригласили режиссеров именно с Олимпийских игр всемирных, юношеских, которые проходили в 1998 году. Они пытались сделать именно ту картинку спортивную, которая очень интересна и к которой привыкли наши зрители, которые смотрят большие мероприятия по телевизору. Еще один момент, отмечу, наверное, что мероприятие масштабное в том плане, что в нем приняли участие, по-моему, все воспитанники, которые сегодня есть в вашей школе. Да, это тоже у нас получилось, участвовали все. Причем и родители участвовали этих воспитанников, и сами воспитанники. Было очень интересно. И, соответственно, самое основное, еще раз повторюсь, что та задача подружиться, чтобы они узнали историю школы, чтобы они прочувствовали тот дух школы, это получилось, эта задача, да. И еще раз повторюсь, та картинка визуальная, которая привлекает к спорту, она тоже получилась. Ну, не только праздниками, как я понимаю, живет ваш коллектив. Расскажите, пожалуйста, о тех секциях, которые сегодня существуют в школе, чем занимаются ребята. Да, у нас сейчас 7 секций. Основоположница школы и самая большая секция у нас – легкая атлетика. У нас самое большое количество тренеров работает, и довольно-таки они хорошие результаты показывают. А так у нас самая яркая, самая интересная – это художественная гимнастика, которая очень много помогает в работе школы. Плюс еще в этом празднике самые красивые номера все-таки сделала художественная гимнастика. Потом у нас присоединилось фигурное катание. Пока у нас только один тренер работает, но я думаю, что мы будем развивать этот вид в Люберцах, в Люберецком районе. Тэквондо – это сильный вид спорта. Самое главное, что он, кроме того, что воспитывает волю, силу, он еще очень красочный. У нас лыжи, у нас тоже пока работает один тренер. Игра – го. Знаете такую игру – го? Ну, я представляю, о чем идет речь, но все-таки давайте для наших телезрителей тоже поясним. Это японская игра. Наш тренер рассказывает, что это самая интересная игра среди интеллектуальных. Мне кажется, многие из пользователей смартфонов, телефонов помнят такую игру, где нужно поле делится на черное-белое, и нужно своими фишками закрыть как можно большее количество клеточек. Можно перекрывать там эти. Я думаю, что каждый знает. Вот это сейчас игра очень сильно набирает обороты, и даже думают ее вводить в олимпийские виды спорта. Так что вот у нас такой вид тоже развивается. И у нас футбол, появился футбол, да, Красковский футбол. И они у нас в прошлом году были чемпионами Московской области, в этом году тоже участвуют. Но я думаю, что у них будут очень хорошие результаты. На какой вид спорта делаете основные ставки? Вот в каком виде спорта больше всего призеров, победителей? В общем, люберецкие спортсмены по большей степени, а не кто? Они победители, причем выступают очень хорошо на всех уровнях соревнований. Нас нету какого-то, мы не выделяем никого из спортсменов, ни из видов. У нас все равны. Мы помогаем тем тренерам и тем спортсменам, которые хотят добиться. Вот с ними мы отдельно работаем. А так все виды у нас работают для того, чтобы ознакомливать со спортом. Потому что мы являемся образовательным учреждением, дополнительным образованием сейчас детей и взрослых. И наша основная задача именно ознакомить, ознакомить с тем видом спорта, который у нас есть. Из-за этого от спортсменов наших мы не требуем больших достижений. Но невозможно же заниматься и просто так. Спорт же он сильнее, выше, быстрее. В каждом виде спорта есть те люди, которые хотят чего-то добиваться. Для этого создаются условия. Отдельно тренерам дается возможность для них готовить. Для этого существуют специализированные группы. И они отдельно с ними работают. А мы помогаем, чем можем, для того, чтобы дети поднимались на самые высокие уровни. Вот, например, сейчас у нас токмандисты съездили на чемпионат мира. Вот привезли мне такой ворд-чемпионат. Презент. Да. Паш, ну, наверное, главный вопрос, который интересует всех наших телезрителей. Кто же это ваши воспитанники? Как ведете критерии отбора? Всех ли берете в школу? Мы приглашаем всех в нашу школу. У нас есть два вида набора. Первый набор – это бесплатный. И он сосуществляется по определенным критериям, которые прописаны в спортивных стандартах, которые приняты с 2015-16 годов. По этим стандартам будут приниматься те дети, которые будут заниматься бесплатно. Но еще существуют платные группы для всех желающих, которые хотят заниматься и ознакомливаться с теми видами, которые у нас есть. Мы берем за это небольшие деньги. И те дети, которые занимаются в платных группах, которые показывают хорошие результаты, и они по всем параметрам подходят для тренировок уже в группах у тренеров, которые занимаются бесплатно, мы их переводим тут же, и они занимаются бесплатно. – Насколько мне известно, есть еще одно нововведение. Теперь спортом могут заниматься не только юные жители Люберецкого района, но и люди старшего возраста. Правда ли, что для людей после 18 доступны тоже некоторые секции? – Да, такую возможность сейчас нам предоставляет государство. Мы переходим именно из дополнительного образования детей, переходим в дополнительное образование. И мы по мере возможностей и желания жителей города Люберец будем вводить секции для людей, которые хотят ознакомливаться с теми видами спорта, которые у нас есть. – Дете какой-то мониторинг, чем хотят заниматься старшие жители Люберецкого района? – Знаете, к нам приходят люди, которые хотят заниматься художественной гимнастикой и в 60 лет, и в 50 лет. И если у нас будет набираться именно группы, которые полностью сформированы, почему нет, мы можем для них это организовывать. Для этого есть во все возможности. – То есть, теоретически это возможно? – Да, но почему? Фигурное катание, да? Потенциально, если у администрации нашей с дюшора получится сорганизовать в этом году коробочку каток, у нас есть тренера по фигурному катанию, можно спокойно формировать группы и можно кататься, фигурное катание. Также тэквондо, также, я говорил, художественная гимнастика. И у нас прекрасные тренера по лёгкой атлетике, которые могут давать тренировки по лёгкотическому УФП, которые полезны всем. То есть, не ходить куда-то, заниматься с непонятными тренерами, платить деньги тоже людям, которые не всегда имеют квалификацию, а здесь тренера высшей категории, имеющие высшее образование и огромный опыт, которые могут спокойно тренировать и делать людей сильными, здоровыми и счастливыми. – Насколько мне известно, заниматься спортом официально можно в школе Олимпийского резерва с 6 лет детишкам. А что делать ребятам более раннего возраста, а точнее их родителям, которые хотят своих детишек приобщать к спорту гораздо раньше? Есть ли такая возможность дошколят как-то обучать? – Есть такая возможность. Мы формировали в прошлом году группы именно для таких деток, но слишком маленькие у нас не получаются, потому что они просто не воспринимают ту информацию, которую им даёт тренер. А вот с 4-х, с 5-ти лет они очень хорошо уже начинают воспринимать информацию, они очень хорошо работают и контактируют с тренерами. И в этом году мы даже с этих групп сделали набор, ну, бесплатные группы, и выявили там, у нас три девочки оказались очень-очень талантливые. Мы очень этим довольны и рады, что получилось сделать такой набор, именно в платные группы, которые потом переросли в хорошие результаты. – Пост директора Школы Олимпийского резерва вы занимаете не так давно. На ваш взгляд, когда вы заступили в такую важную должность, на такую серьёзную должность, много ли было моментов, которые вам хотелось изменить? И на сегодняшний день они меняются или остаются на том же уровне? – Когда я пришёл в школу, у меня так получилось, что я же пришёл с подготовки, которая является наивысшей. То есть это лучшие стадионы, лучшие манежи. Для нас создавались наилучшие условия, особенно государство, когда обратило на спорт внимание, нам начали предоставлять всё самое лучшее. И когда я пришёл в школу, я увидел, что многие помещения используются не по предназначению. Когда там с тренажёрного зала сделали склад, из тех помещений, которые нужно использовать, тоже непонятно для чего используются. Сама территория неэкспертабельно выглядит, ну некрасиво. Как у нас смотрят, чем ты занимаешься? Я занимаюсь лёгкой атлетикой, а где ты занимаешься? Там же плохо. Ну, первое, что я начал сделать, это я начал наводить внешний вид, улучшать школу. Потому что если глазу приятно, то это стимулирует как-то спортсменов. Да. И мне было очень приятно, когда вот недавно у нас проходили районные соревнования, и я шёл, чтобы открывать мероприятие, через мужскую раздевалку, а мы мужскую раздевалку сделали лимон, поставили новые шкафчики, яркие, красивые лавочки, яркие, красивые. То есть приятно стало визуально, и просто приятно находиться в раздевалке. И сидят два мальчика спиной, и один другому говорит, слушай, я здесь занимался, здесь так было неинтересно, некрасиво, а сейчас всё новое, может быть, опять начну заниматься. Плюс ещё сейчас вот разговариваю с родителями, родители тоже говорят о том, что стало им приятно, стало находиться в школе. То есть вот это вот основное, что ещё основное, из основных своих видений изменения, которые я сделал, это то, что школа должна для детей, для родителей становиться вторым домом. Как для вас, собственно. Да, да, да. Чтобы им было приятно находиться в школе, чтобы детки бежали на занятия. А родителей не выгонять из территории школы, а создавать им условия. То есть мы там сделали холл красивый, мы сделали для них места, где они могут ждать своих детей. Вот это интересно. Сделали зал, например, для маленьких деток, положили там новое покрытие, сделали ремонт там яркий, чтобы маленьким детям было интересно. Они сейчас его называют там «мягкий зал». И туда говорят, мы что заниматься в мягком зале идём? Они такие «да», я такие «ура, ура», бегут на второй этаж, чтобы заниматься. Вот основное, что я вижу для… увидел в самом начале и то, что я сейчас делаю. То есть чтобы детям было приятно находиться в школе. Ну, это действительно очень хорошее достижение. Ну, когда тебе приятно находиться в помещении, то тебе там хочется находиться дольше. Говоря о развитии спорта в целом, по Люберецкому району, на ваш взгляд, на каком уровне он сегодня находится? Если раньше говорили, что у нас нехватка помещений, у нас нехватка секций, сегодня у нас открываются, у нас возвращаются помещения, которые раньше действительно использовались не по назначению. У нас сейчас начинают работать новые секции. Все это в комплексе повышает уровень Люберецкого спорта в целом? Да, это повышает, но у нас возникают сейчас другие проблемы. Возникает проблема ответственности. Потому что в системе образования ответственность директора, ответственных тренеров, она очень высокая. Потому что к нам государство предъявляет очень большие требования. И она проверяет квалификацию тренера, она проверяет квалификацию методических работников. И сами занятия, они проходят в безопасной среде. И вот эти критерии, они очень важны. Когда приходят, мы начинаем говорить, что развитие развития, а приходят люди, например, не совсем подготовленные. И не имеющие той ответственности, которая нужна. То это уже могут возникать такие проблемы, которые будут связаны с жизнью, здоровьем наших детей Люберецких. То есть кадровую политику, на ваш взгляд, надо тоже менять? Нужно привлекать, пересматривать, нужно повышать ответственность. Именно ответственность тренерских кадров, которые у нас здесь работают. И чтобы родители понимали, как вот у нас сейчас, и видели, кому они отдают детей. То есть сейчас в системе образования полная открытость. Каждый родитель может прийти и за тренера спросить, кто это, откуда он пришел, что он будет делать с ребенком. То есть это открытость есть. И они могут постоянно контролировать то, что делает их ребенок. А у других есть такая ответственность? Вот в чем вопрос. И хочется именно поднять этот общий уровень в Люберецком районе, чтобы у нас работали высококлассные и специалисты на самом лучшем оборудовании, на самых лучших залах, которые только существуют. Можете ли вспомнить какие-то спортивные мероприятия, которые прошли в ближайшее время на территории Люберецкого района и которые вам запомнились своей организацией, может быть, своей подготовкой или своей зрелищностью? Да, мы в этом году как раз в продолжении того вопроса, который до было, я продлю его. И плюс еще добавлю к этому. Чтобы заинтересовать детей, занятиями нужно какое-нибудь яркое событие, которое привлекало бы. И вовлекать не только в это событие детей, но и взрослых. И для этого лучше всего подходят игровые виды спорта. Причем те виды, которые легко доступны. То есть в школах, на площадках, которые будут интересны. И мы сели с тренерами по волейболу в прошлом году и решили создать волейбольную лигу Юго-Востока Московской области. Для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей, любителей волейбола. И плюс, чтобы можно было готовить наших ребят, которые играют на районном уровне, на областном уровне, чтобы у них была постоянная игровая практика. Павел, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию рассказать о своих собственных достижениях, о достижениях ваших юных воспитанников. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Павел Софин, участник Олимпийских игр в Пекине и Афинах, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин